Новый год, новые надежды и мечты. Этого праздника ждут многие с нетерпением именно из-за того, что искренне верят в чудо и воплощение самых сокровенных желаний. В эти праздничные дни съемочные группы «Вестей» продолжают работать для вас. На улицах Черкеска наши корреспонденты решили узнать у горожан и гостей республиканской столицы, какие надежды они связывают с уже наступившим 2021 годом. Мира, конечно, первое всего. Здоровья всем, процветания нашей родной Карачаева-Черкесии. Ну и, конечно, чтобы наши школы еще сильнее развивались. На окончание пандемии ждем, чтобы было здоровье, мир, счастье, благополучие, успехов. А у вас какие надежды? Ну, мы думаем, что будущий год будет лучше, что все несгоды уйдут. Будет, ну, я думаю, что будет намного лучше, чем в этом году. Все-таки этот год был очень такой тяжелый для нас всех. Ну, надеемся, что все будет хорошо. В новом году у нас было все хорошо, чтобы болезни не было. Вот эта самая болезнь, чтобы когда в этом году уйдет, чтобы как сон могли тоже забыть эту болезнь, чтобы все выздоровели, чтобы больных не было. И чтобы у нас все было хорошо. Что еще сказать всем. Дай Бог здоровья всем, чтобы горе не видели, ни войны, ничего. Дай Бог, главное, чтобы мир был на земле. Мир будет и все у нас будет. Дай Бог, чтобы следующий год был более счастливым. Этот год действительно был тяжелый для многих. Лучшие надежды на Новый год. Счастья, здоровья, благополучия всем. Всем семьям нашим, детям нашим. Всего хорошего. Как всегда, мы ждем от Нового года. Надежда, что будет как-то материально легче всем. И, конечно, настроение поднимется. То есть Новый год, новые надежды, новые планы. Здоровье и все. Остальное все придет. Самая главная болезнь, это прошло. И всем всего наилучшего. То есть уходящий год сложный был для вас? Частично, да. Вот под напряжением все равно было. Вот это что, болезнь. Она новая была. Может привыкнет, может пройдет она. Вот, в первую очередь, это. То есть надеетесь, что в новом году, в наступающем году всего этого не будет? Надеемся, конечно. Не всегда же так, конечно, да. Надеемся. Всегда в надежде. Он мужественно сражался на Горской дуге, принимал участие в боевых действиях под Саур-могилой. В июле 43-го года получил ранение и после лечения вернулся домой. Герой нашего сюжета – ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Тетерин живет в селе Дружба. На протяжении многих лет ему оказывает помощь колхоз Кубань. В гостях у ветерана побывал Аслан Гирюгов. Иван Иванович Тетерин родился 24 сентября 1924 года в селе Кормовое Ростовской области. Оттуда его призвали на фронт в 1943 году. Сражался Иван Иванович в составе 5-й ударной армии резерва главного командования 40-й гвардии дивизии. Сейчас он проживает в селе Дружба Прикубанского района. Односельчане окружили его любовью и заботой, прислушиваются к его советам, заряжаются оптимизмом. Единственному ветерану регулярно оказывается поддержка от колхоза Кубань. Так недавно фронтовику отремонтировали двор. Очень чувствую большую заботу, очень чувствую со стороны нашего руководства колхоза. Да, со стороны нашего колхоза. Они утвердили меня пожизненно каждый сертификат на продукты выдали специально на руки. И кроме этого сертификата еще дают, так что спасибо им. И мне хватает и моей семье. Кроме этого Иван Иванович рассказал много интересного о Великой Отечественной войне. О том, как служил в минометной роте и как получил ранение, после которого очень долго лечился и чудом смог вернуть себе возможность ходить. А также о том, как поселился в селе Дружба. Он был одним из тех, кто встречал и Карачаевцев после депортации. Строил им дома и помогал восстановиться. С нами Иван Иванович поделился своей мечтой. Ветеран хочет, чтобы в Дружбе установили мемориал 80-ти фронтовикам, которые основали данное село. Руководство колхоза пошло именно на встречу и хотят в ближайшем будущем осуществить данную мечту. Мемориал будет посвящен тем фронтовикам, которые основали это село и погибли на фронте, не вернувшись из фронта. Погибшим воинам, основателям вот этого населенного пункта. Председатель Кубани Марина Барлакова считает, что невозможно переоценить тот подвиг, который совершили ветераны в годы войны. И что та помощь, которая оказывается Ивану Ивановичу, лишь самое малое, что можно сделать. Вот в последний раз он посетовал на то, что так неудобно приходят к ветерану войны единственному. И у него двор как бы не в надлежащем виде. Мы подумали, приняли решение помочь в этом вопросе. И, значит, отремонтировали его двор. А так стараемся помогать так часто, как это у нас получается. Самое главное, чтобы наши ветераны при жизни знали, что они не зря воевали. Что наше поколение, и мы за это очень благодарны, мы чтим, помним им при жизни, чтобы они от нас видели эту благодарность, чувствовали эту благодарность. Аслан Гирюков, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Село Дружба. Карачаева-Черкесия стала в очередной раз площадкой для обмена опытом и новыми идеями для молодых дизайнеров со всего света. На базе факультета дизайна и искусств Северокавказской государственной академии прошел ставший уже традиционным международный конкурс молодых дизайнеров «Мини Тау». В этом году состязание полета творческой фантазии проводится уже в десятый юбилейный раз и собрал лучшие работы участников из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. Подробности у Ахмата Халкечева. Конкурс «Мини Тау», организованный деканатом и педагогами факультета дизайна и искусств Северокавказской государственной академии, проходит под эгидой Российской академии художеств, Международной ассоциации «Союз дизайнеров» и при поддержке правительства Карачаева-Черкесии. В этом году из-за мер, предпринятых по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, состязания впервые проходили в онлайн-режиме. Желающих представить свои работы оказалось гораздо больше, чем ожидали. И связано это, скорее всего, с тем, что участвовать в конкурсе в этом году можно было дистанционно, делятся организаторы. В этом году мы Россию подняли, вот это спасибо онлайн-конкурсу, те регионы, которые никогда приехать нам не могли. Вы понимаете, вот это лучшее, что было в этот раз. Регионы там очень хорошо представлены, было север в этом году у нас. Я даже удивилась, Керемицкая, Красноярские края. Это было настолько Орловское. Развитие дизайна, развитие искусства, оно в России мощно идет, во всех уголках России. Иностранные государства, так будем говорить, не все могли пересечь границу. Кыргызстан, который представили работу, мальчик там представил, юниор, с какого-то аула, кишлака там, далекого. Но у него очень хорошая работа, мы это тоже увидели. Вот это плюсы были, которым мы могли поднять те слои, которые не могли приехать и присутствовать. Помимо большого количества участников из множества регионов России, свои работы прислали молодые дизайнеры из Германии, Греции, Узбекистана, Норвегии, Мексики, Англии, Нидерландов, Турции, Украины, Кипра, США, Китая, Туркменистана, Киргизстана, Казахстана, Индии и Армении. В свои творения на суд компетентного жюри конкурса Минитал представили 333 участника, что является рекордным за всю ее историю. Титаническую работу, можно сказать, провели эксперты конкурса, которым необходимо было выявить лучших из более чем 600 работ. Отличалась не только техника исполнения работ, но и жанры. В этом году стало понятно, что конкурс растет не только в географии, но и в плане качества. Еще в этом году к участию впервые были допущены профессионалы. Сделано это было для того, чтобы молодые дизайнеры смогли вдохновиться мастерством корифеев. Ценен конкурс тем, что тут происходит хоть и онлайн, но тем не менее общение, общение с помощью работ. То есть художники смотрят работы друг друга, они будут смотреть, потому что у нас будет каталог. Поэтому в каталоге все будет отражено, и в каталоге работы все видны. Поэтому они могут знакомиться с чужими, с другими работами художников. А там очень много идей, очень много различных вариантов, очень много идей, которые художники, им для развития это нужно. Конкурс проходил по номинациям дизайн среды, интерьера, экстерьера, ландшафта, костюма и графический дизайн. А также были изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и художественная графика. В числе победителей немало и представителей хозяйки конкурса, студентов Северокавказской академии. В различных направлениях конкурса номинировано 80 студентов факультета дизайна и искусств Северокавказской государственной академии. Свою совместную работу представили и однокурсницы Джамиля и Марина. Девушки придумали коллекцию одежды с прозаичным, на первый взгляд, названием – черное и белое. Но, как делятся сами начинающие моделиры, все началось с идеи игры с противоположностями. Сначала мы рисовали эскизы раздельные, думали, что у нас будет раздельная коллекция. Потом начали замечать, что у нас даже как-то начали приходить схожие мысли. И как-то у нас две коллекции воплотились в одну. Что вдохновляло? Нас вдохновляла идея контрастов, именно как взаимодействуют противоположности. И мы решили использовать как раз-таки две крайности, как черный цвет и белый цвет. И из этого родилась наша коллекция. Что-то в стиле имя. Как поведали организаторы конкурса, все участники этого года будут номинированы дипломами ЮНЕСКО, а также Творческих союзов художников и дизайнеров России и Международной ассоциацией лидеры мирового сообщества. Ахмар Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Крачаева, Черкесия. Крачаево-балкарские пословицы и поговорки о лошадях. Вышел свет небольшой сборник Тимура Доттаева, куда вошли 506 старинных изречений. Автор рассказывает, что собирал пословицы и поговорки в течение полугода. Источники самые разные. Это книги фольклористы-старейшины, которые бережно хранят национальное достояние. В планах Тимура Доттаева издать еще один сборник, и причем с переводом на русский язык. Ведь пословицы и поговорки содержат народную мудрость и учат уму-разуму. Я собирал несколько раз на другие темы, для себя, для друзей. И потом просто начал один сборник читать, наши пословицы Корчаевские. И попутно начал записывать о лошадях. Тоже для себя, тоже для друзей хотел. И потом, поскольку их становилось все больше и больше, уже я начал искать другие сборники, пословиц. Все, что нашел, все прочел. И вот так получилось. Я сам не ожидал, что такое количество будет. Это все весы на данный час. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Молодец. 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 Молодец.